Всем привет! Совсем недавно я тут распространялся о музыке группы Вандеграф Генератор, о Питере Хэммеле частично немножко. Мы продолжим эти беседы про замечательного, одного из самых радикальных музыкантов нашего времени Питера Хэмела. Но в этой связи я не могу не вспомнить одного из самых преданных поклонников группы Вандеграф Генератор и поклонников лично Питера Хэмела, потому что творчество Хэмела выходит за рамки Вандеграф Генератор очень сильно, очень далеко уходит от этого. Этот поклонник Джон Лайден, он же Джонни Роттон, вокалист, лидер, фронтмен, главное действующее лицо, основная движущая сила группы Sex Pistols, которая выпустила всего один номерной альбом. Вот он, Never Mind the Bollocks, Here Sex Pistols, 1977 год. Это дата выпуска альбома. Записан он был раньше, некоторые песни еще раньше, все это было собрано. Ну, собственно говоря, записано целиком, но вставлено еще четыре песни, которые выходили с синглами до этого. И, на мой взгляд, эта группа не могла выпустить больше одного альбома. Это было бы очень плохо, если бы она пошла дальше. Потому что эта пластинка, это взрыв, этап, это революция, равная той революцией, которую совершила группа The Beatles в свое время в популярной музыке. Pistols повторили то же самое, сделали еще один шаг, поднялись на новую ступень. И вторая, третья, четвертая, пятая пластинки были бы уже не нужны. Не нужны в том смысле, что эта штука — это больше, чем музыка. Ну, помимо того, что это хорошая музыка, на самом деле, я не собираюсь здесь ни с кем спорить, никого переубеждать. Я знаю, что масса людей, которые считают себя музыкантами, меломанами, специалистами в рок-музыке, называются Pistols неумехами, лохами, парнями, которые ничего не могут сыграть. Я единственное, что скажу, что это далеко от истины. Ну, во-первых, можно послушать и увидеться, как здесь играют люди. Играют вполне себе, хорошо. А я был на концерте Sex Pistols во время их последнего тура. Это был то ли 2000-й год, то ли 2001-й. Тур был довольно длинный. У них во дворце спорта юбилейный они играли. И они втроем, я имею в виду музыкантов, то есть гитара, бас и ударные, плюс вокалист освобожденный, они прокачали спортивный комплекс юбилейный так, как мало кто прокачивал. Я бывал на многих концертах в юбилейном. Это было очень мощно. Это был настоящий рок, настоящее качественное исполнение. И что значит прокачали? Это значит сыграли очень хорошо. Так удавалось, наверное, только Nine Inch Nails в том же самом зале. Но там другая музыка, там музыка все-таки механическая. А здесь музыка живая абсолютно. И это было невероятное что-то. Стив Джонс там дал на гитаре Джимми Хендрикса в полный рост. Не играл музыку Хендрикса, а сыграл в какой-то момент такой а-ля Хендрикс. Несколько пассажей, несколько тактов. Фантастически совершенно все звучало. Ну а про Джона Лайдена и говорить нечего. Это один из самых ярких фронтменов. Один из самых зажигательных парней на сцене. С потрясающим юмором. свободный, очень умный. После концерта мы, мои друзья, арендовали маленький теплоходик. И мы поехали по Неве кататься вместе с Джоном Лайденом. Много с ним говорили. Он рассказал очень много интересного. И удивил всех трезвым взглядом на жизнь, образованностью, не побоюсь этого слова, разносторонними интересами и четким ясным умом, умением формулировать свои мысли, что редко бывает на самом деле. Так вот, Nevermind Bollocks, как я уже говорил или не говорил, я забыл, это больше, чем музыка. Это движение, воплощенное движение, воплощенная новая философия. И почему эта пластинка так цепляет миллионы людей, не побоюсь этого слова, миллионы, потому что эта музыка совершенно не пустая. Это не поп-музыка. Эта музыка не то, чтобы не для развлечений. Под нее можно танцевать, можно угорать, можно просто кайфовать, слушать, кивать головой в такт, потому что все сыграно, как я уже говорил, вдолью. Все четко. Чтобы прокачать спортивный комплекс юбилейный, нужно просто играть вдолью. А играть вдолью – это основа основ. Если этого нет, то с какой бы скоростью вы ни играли на гитаре и как бы виртуозно не трещали на барабанах, группы не получится. Музыки не будет вообще. Это основа основ, а здесь это основа полного роста. Это круче, чем многое из того, что я слышал. Я слышал достаточно много западной и отечественной и восточной музыки, всякой разной. Это очень сильное исполнение. Это осмысленная музыка. Это философия. Это философия, это идея, это наполнение смыслом того, что ты делаешь. Но я хочу сразу отметить, что если группа начинает декларировать какую-то философию, выходит на сцену и начинает нести свои философские социальные взгляды, на них сразу можно ставить крест. Потому что все это идет в ущерб музыке. Эти парни ничего не декларировали и не несли никакой философии. Они сами были философией. Им не нужно было ничего объяснять другим людям, слушателям, зрителям. Не нужно было объяснять свои песни, свое настроение, смысл своего существования. Они являлись сами философией. Это такая вот сущность. Я уже говорил о том, что рок-группа – это отдельная сущность. Это больше, чем сумма четырех или пяти или шести, семи музыкантов. Это совершенно отдельная вещь, живая. Так вот, вот эта самая живая вещь, она не требует никаких объяснений. Хотя за ней стоит глубочайшая база, которую создал Малькольм Макларен, основавший, собравший в свое время эту группу. И все это было не просто так. У Макларена была очень насыщенная жизнь в молодости. Чрезвычайно насыщенная, чрезвычайно яркая, полная бесконечных провалов, разочарований. Но вся состоящая из непрерывного движения, она была очень скоростная. Он учился в нескольких колледжах. Из некоторых его выпирали, потом поступал в другие. Занимался искусством в самых разных его видах. И живописью, и театральными постановками, и кинематографом. Что только он не делал в своей юности. Жил на деньги собственной бабушки, потому что его творчество не приносило никакого дохода. Но он декларировал, не декларировал, не декларировал даже, а примкнул к движению, которое называется ситуационизм. В чем-то оно перекликается с движением московских концептуалистов начала 80-х годов. Ситуационизм, который вырос из лотеризма. А лотеризм придумал румынский писатель Исидор Исо, если мне не изменяет память его звали. Я не знаком с творчеством этого писателя. Лотеризм – это первое, наверное, движение после дадаизма, которое отрицало современную культуру, насквозь продажную, ставшую орудием общества потребления. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю. Об этом можно долго-долго говорить. И все эти измы очень хорошо высмеял Роберт Фрипп вместе с Дэвидом Бирном на пластинке «God save the queen under heavy manners». Там Дэвид Бирн поет длинное довольно произведение, посвященное всяческим измам. Так вот, дадаизм, лотеризм, ситуационизм – это все было внутри Малькольма Макларена, и он ненавидел вот эту вот буржуазную культуру, хотел ее изменить, разломать, уничтожить, что ему, в общем-то, отчасти удалось. Но не совсем удалось, потому что движение под названием «Панк» было мгновенно растиражировано, и, в общем-то, на этой пластинке «Панк» как начался, так и закончился. Потому что все, что было потом, за исключением групп, которые можно пересчитать по пальцам, там, как «Шам-69», «Клэш» и еще несколько коллективов, которые честно оставались в этом русле, основанном на той самой философии, о которой я тут немножко упомянул. Все остальное – это уже чистая поп-музыка. Я не говорю о всяких вот этих гриндеях, о спрингах современных. Это вообще ничто. Это просто шум. А это не шум, это очень круто. Про Джона Лайдена, про его мировоззрение, про его музыку, не побоюсь этого слова, про его творчество нужно рассказывать отдельно, и я это буду делать непременно. А про эту пластинку просто я расскажу, пока позволяет время. Перед выходом этой пластинки группа Sex Pistols заключила три контракта с различными студиями звукозаписями, с большими мейджор-лейблами. Это EMI, первая компания, с которой был контракт у Sex Pistols. Контракт был расстогнут после телеинтервью, которое группа дала в эфире английского телевидения, обругав всячески телеведущего, спровоцировав его на разные глупости и говоря, собственно говоря, правду в эфире. Говорят то, что они думают. Но контракт расторгался не сразу, как пишется в разных справочниках. Ой, после интервью контракт был расторгнут. Нет, нифига. Несколько недель компания EMI обсуждала, что делать с Sex Pistols, составить их или нет. Половина сотрудников EMI говорила, что эта группа ничем не отличается от Rolling Stones середины 60-х годов, в смысле хулиганства внешнего вида и провоцирования публики и отрицания буржуазного образа жизни. Вторая половина все-таки настояла, что нет, давайте расторгнем контракт. Но не хотели его расторгать. Однако просто под давлением общественности все это было сделано. Потом была компания A&M, потом была компания Virgin. Все они заплатили Sex Pistols деньги, неустойки за расторжение контракта. Sex Pistols чувствовали себя достаточно хорошо в этом смысле. Пластинка, тем не менее, вышла, несмотря на разные сложности, которые испытывали артисты. И слушайте ее, она великолепна. Песня Budis, моя любимая, с этого альбома, она сама по себе, наверное, одна из самых страшных песен, написанных в рок-музыке. При этом все сыграно здорово. В Budis Лайден поет, улезая куда-то вверха, в страшный. Все это очень ритмично, очень хорошая гитарная игра. Ритм-секция отличная, потому что Сида Вишеса в студию не пустили, а на бас-гитаре играл в основном Стив Джонс, гитарист. Говорят, что Глен Мэтлок, автор большинства музыки, автор музыки большинства песен этих, тоже хотел принять участие в записи этого альбома, но он не играл ни в одной песне здесь, Мэтлок, что бы ни говорил. Хотя, нет, играл в Прэти Вакант, которая была записана значительно раньше, и Anarchy in the UK. Эти песни выходили синглом уже до того, с участием Мэтлока. Все остальное играл Стив Джонс. Очень хороший гитарист, очень хорошо работающий со звуком, потому что он здесь сыграл такой плотный звук, добился такого плотного звучания, такого стенодробительного просто, и при этом не раздражающего наши нежные уши, привыкшие к всякому прогрессив, так называемому року и так далее, Beatles, Rolling Stones. Все очень здорово. Так вот, Бодис – это ужасающее произведение, которое сразу переворачивает все в голове, с ног на голову переворачивает, собственно говоря, все туловище. И ты понимаешь, что все остальное, все остальные Назарета и ACDC – это, в общем, такая легкая попса по сравнению с осмысленной, абсолютно яростной, честной музыкой. Ну, я уже не говорю про Anarchy в Соединенном Королевстве, про Holidays in the Sun, с которой начинается пластинка сразу, вступление невероятно просто. Вот брум, джжж. Здравствуйте! Это настоящий рок-н-ролл, как и написано в названии Never mind the bollocks here, the Sex Pistols. Перестаньте пороть чушь, с вами Sex Pistols. Так вот, когда слушаете Holidays in the Sun, хочется сказать, перестаньте пороть чушь про разные рок-группы. Рок-группа – это вот она, вот она перед вами. Лайер, которую обожал Андрей Свинпанов, перефразируя припев, он все время пел «А-ля-ля-ля-ля-ля», «А-ля-ля-ля-ля», но там Роттон поет по-другому немножко. Что касается God Save the Queen, песня, которая принесла массу неприятностей группе, люди, работающие на фабриках, производящих пластинки, отказывались ее производить, отказывались ее упаковывать, потому что уважали свою королеву, в отличие от Джонни Роттона. В общем, было много всякого нехорошего И про Лайдена я буду говорить еще много, долго и подробно А пока послушайте для заводки, для начала вот этот альбом Это действительно один из самых главных альбомов рок-музыки Всей, в целом Один из самых главных И я пойду за это и выпью До новых встреч, пока